В этом видео я расскажу о своем опыте работы с краской Little Green на примере самого настоящего проекта жилой квартиры. С краской Little Green я работал и раньше, но признаюсь, что неохотно, потому что напрягало большое количество отрицательных отзывов в интернете. Хоть это были отзывы не от профессиональных интерьерных мастеров, а от обычных покупателей, кому там понадобилось табуретку покрасить, кому шкаф, кому стену в прихожей. И я этих людей вполне понимаю, потому что краска Little Green очень капризная. И консультанты в магазинах не рассказывают, что Little Green требует абсолютно точного соблюдения инструкции. Что она очень густая и ее неудобно набирать, но ее нельзя разводить. Что по большим пространствам раскатывать ее тяжело, но не раскатывать нельзя. Что ворс надо подбирать не длинный, чтобы валик с краской не весил 5 килограммов, но и не велюровый, чтобы валик не давил краску на стене, а именно раскатывал. Что каждый слой нужно не только сушить, но и полировать. Если вы считаете, что я уже красил стены какой-то краской, поэтому сейчас возьму Little Green и покрашу стену. Нет. Из этого, скорее всего, ничего хорошего не получится. Опыт с другой краской никак не относится к технологии работы с краской Little Green. Для нее нужен собственный опыт. Много часов, много банок, много валиков, много квадратных метров стен. Но давайте ближе к проекту. Сделан проект творческой группой Sign the Sign. Я оставлю ссылку в описании к видео. И уже в проекте была указана краска Little Green. Это смелое решение, потому что специалистов по этой краске, мягко говоря, немного. Но, как выяснилось, впоследствии решение верное. Потому что результат отличный, и я о нем расскажу дальше. Общий цветовой тон в комнатах уже был сделан до меня. А у меня была работа не маляра, а такого художника-декоратора. Потому что краской Little Green требовалось нарисовать сложные формы. Первая задача это была спальня, где надо было сделать две крупных формы с округлыми углами. Тон краски чуть темнее фоновой. Две стены расположены друг напротив друга, но они разной длины. А расположение округлых форм надо было сделать строго одну напротив другой. Хотя обе они были на разной высоте и разного размера. Одна форма привязана к расположению и размеру кровати. Другая рассчитана исходя из размеров и размещения телевизионной панели напротив кровати. Вторая задача была визуально проще, но технически ее пришлось выполнять гораздо сложнее. Этот градиент требовалось нанести так, чтобы края точно стыковались друг с другом. А если учесть капризность краски Little Green, о которой мы говорили в начале, над этим несложным градиентом пришлось порядочно попотеть. Третья задача была в гостиной, где в той же стилистике, которую применили в спальне, требовалась крупная панель с закругленными углами под телевизор. Четвертая задача сохранение стилистики темного тона над кухонной панелью. Задача усложнялась тем, что кухня была уже собрана и в верхние и нижние ящики двигать было нельзя. Пятая задача оказалась самой сложной. В детской комнате на стене требовалось сделать круг примерно двухметрового диаметра, который был бы покрыт магнитной краской текурила, а затем декоративной краской Little Green желтого оттенка. Здесь я столкнулся с целым рядом проблем. Во-первых, положили стяжку полой, поэтому предварительные размеры из чертежа уже не действовали. Надо было нарисовать прямо на стене несколько вариантов идеального круга размерами от полутора до двух метров в диаметре. А в центр ничего не воткнешь, так как покрытие уже финишное. И если будет выбран круг меньше, то круг большего диаметра с финишного покрытия просто так уже не сотрешь. Потом специальный грунт по кругу под магнитную краску. Еще дело в том, что магнитная краска имеет темно-серый почти стальной цвет. Наносится она в несколько слоев с длительным прослушиванием. И чтобы перекрыть яркой желтой краской этот почти черный круг, и при этом сохранить яркий желтый оттенок, потребовалась специальная укрывистая краска, которую я положил очень тонким слоем под желтую. Здесь тоже был элемент риска, потому что каждый новый слой краски над магнитной краской увеличивает расстояние между металлическим медиумом и магнитом. То есть магнитную краску можно покрыть чем угодно, но чем больше сверху будет слоев, тем хуже будут ее магнитные свойства. Еще одной проблемой стал край магнитного круга. Пирог магнитной краски на стене оказался очень толстым из-за того, что в ней большой объем металлической пудры. Естественно, эти проблемы требовалось решать не с закрытыми глазами, а с учетом бюджета, который на этапе финишного декорирования зачастую уже сильно завышен, и предложения купить еще что-то воспринимаются заказчикам довольно болезненно. Как вы понимаете, все задачи мы в итоге решили и обошлись тем, что было под рукой. Работу пришлось растянуть на двое суток, но в итоге и результата добились, и деньги сэкономили, и все сделали в соответствии с интересным замыслом проектировщиков. Возвращаясь к капризам краски Little Green, вот такой опыт работы я имею в виду, когда говорю, что для краски Little Green недостаточно простого опыта окраски стен, дверей или шкафов. Когда вы столкнетесь с декоративными задачами, которые уже и нужно решить, не просто с помощью малярного скотча, вот тогда вы начинаете понимать плюсы и минусы каждого инструмента. Это был сложный и интересный проект. Буду рад, если помог кому-то этим рассказом. Если есть вопросы, то задавайте. Чем смогу, помогу.